Добрый день, уважаемые коллеги! По состоянию на 10 часов мы явку сейчас обозначим в процентном соотношении по отношению к численности избирателей, участников голосования по состоянию на 1 января. Каждые полгода мы подаем эти сведения в Центральную избирательную комиссию России. По состоянию на 10 часов я сейчас данные озвучу за последние 6 дней. То есть у нас голосование длится в период с 25 июня, ну и, соответственно, оно закончится сегодня в 20 часов 1 июля, в день общероссийского голосования. До дня общероссийского голосования мы обозначали уже цифры, сколько у нас проголосовало наших участников голосования. Теперь сегодня на 10 часов средняя явка избирателей на территории Ставропольского края с учетом, еще раз обозначу, 6 дней голосования, до дня голосования, составляет 1 миллион 192 тысячи 97 человек. Это составляет у нас 62,99% от числа участников голосования, зарегистрированных в крае по состоянию на 1 января 2020 года. Их у нас на 1 января зарегистрировано 1 миллион 881 тысяча 622 избирателя. Ну, в данном случае сейчас у нас являются участниками голосования, лица голосующие. Наибольшая активность участников голосования отмечена в городе Ессентуки 72,96%, в Андроповском районе 72,42%, в Александровском районе 71,27%. Ну, пока явка не такая высокая, как по отношению к этим муниципалитетам, о которых я озвучил. В городе Лермонтове 51,54%, в Грачевском районе 52,09%, в Буденновском районе 55,98%. Ну, это что касается по состоянию на 10 часов. Обращения, которые поступают в избирательную комиссию Ставропольского края, опять-таки, носят информационный характер. Люди уточняют, как проголосовать, как найти свой участок для голосования. Ну, в этом плане мы им помогаем. По поводу нарушений заявлений не было? Заявлений нет, обращений нет в этом плане. Поэтому вот чисто только информационный характер носит обращения. Напомним, Евгений Николаевич, сегодня голосуем на стационарных участках, передвижные участки для изъявления своего мнения. Да, сегодня голосование осуществляется в помещениях для голосования, но и также на дому. Те, кто написал заявление о просьбе проголосовать на дому, здесь также члены участковой комиссии на дом смогут прийти и в соответствии с правилами Роспотребнадзора выдадут бюллетень именно на дому. Такое заявление о голосовании на дому сегодня можно будет подать до 17 часов. После 17 часов такие заявления уже приниматься не будут. И последний вопрос от меня, Евгений Викторович, для тех ставропольцев, которые, возможно, еще переживают из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Почему переживать не стоит? Не стоит переживать. Беспрецедентные меры созданы. Как уже обозначили в ЦИКе России, хорошее, скажем так, сравнение. Сходить проголосовать на участок безопаснее, нежели чем сходить в магазин. Дезинфекция рук, дезинфекция помещений периодически проводится. Это все в четком соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Средства индивидуальной защиты выдаются. Все обрабатывается антисептиками. В этом плане у нас все эти мероприятия исполняются. Контроль за ними налажен, за исполнением этих мероприятий. В любом случае, это все ведется работой широким фронтом. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы к Евгению Викторовичу? Если нет, напомню, что в прямом эфире на телеканале СОЮТВ был представитель избирательной комиссии региона Евгений Викторович Демьянов. Евгений Викторович, больше не задерживаем. Спасибо огромное, что нашли минутку и прибежали к нам, для того, чтобы донести последние цифры о ходе общероссийского голосования по вопросу о поправках Конституции Российской Федерации в Ставропольском крае. Конституции Российской Федерации Конституции Российской Федерации Конституции Российской Федерации Конституции Российской Федерации Конституции Российской Федерации